Великий русский миф. Под таким названием в Музее современного искусства арт-муза в Санкт-Петербурге этой осенью прошла выставка тверского художника Михаила Волкова. Мастер стал первым представителем Верхневолжья, кому посчастливилось организовать собственную экспозицию на этой крупной площадке. Съемочная группа нашего телеканала пообщалась с художником, который, к слову, является еще и нашим коллегой, оператором медиахолдинга Тверской проспект. Если тверским любителям изобразительного искусства творчество Михаила Волкова знакомо очень хорошо, то для широкой столичной публики тверской мастер до недавнего времени был, что называется, темной лошадкой. Все изменилось в октябре прошлого года, когда работы Михаила были представлены в Эрарте, крупнейшем частном музее современного искусства в Санкт-Петербурге. Этим дело не ограничилось. Уже этой осенью экспозиция Михаила Волкова открывала выставку в Питерском музее современного искусства «Арт-муза». Организаторы окрестили проект Волкова русским национальным сюрреализмом. Посвящена, как все, наверное, России. Мы в России живем. И даже если мы рисуем что-то нероссийское, все равно это по-российски получается. Сам художник назвал свою выставку «Великий русский миф». Отмечается, что его произведения люди понимают на уровне интуиции, что они напоминают ироничный юродивый спектакль. По мнению критиков, картины Михаила Волкова перекликаются с творчеством Егора Летова и Петра Мамонова. Однако сам мастер с этим вряд ли согласен. Вместе с тем, вспоминает художник, сил при подготовке к выставке было отдано немало. Хотелось выставить новые работы. И, в общем-то, я приходил с телевидения, с основной работы, и включался во вторую. Сразу начиналось, где-то до полуночи. Я просто стоял перед мольбертом. В итоге зрители арт-музы увидели около 40 работ Михаила Волкова. Примечательно, что мастер стал первым тверским художником, которому посчастливилось выставляться на этой площадке. Сам художник своей картины называет стихами, написанными другим способом. Кстати, стихи Михаил Волков тоже пишет. А еще работает оператором на телеканале «Тверской проспект». Вот уж действительно, талантливый человек талантлив во всем. Продолжение следует...